Фестиваль Манны Мы видим, что мы находимся в городе Эйн-Геде с водопадом в горах, а также это место пещер, где Давид скрывался от Саула. Вы видели множество небольших газелей, они здесь повсюду, и Давид писал, как Лайн желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Здесь можно увидеть так много параллелей, но сейчас я хочу дать вам название сегодняшней проповеди. Ваше огненное испытание — три выхода. Ваше огненное испытание — три выхода. Не хочу заходить в детали, но у нас есть хороший друг, и мы дружим со всей его семьей. Он очень известный футболист. Недавно он получил серьезную травму, и я послал ему СМС со словами «Это твое огненное испытание». Он явно не ожидал такого. Это сильно ограничило его возможности. Но Петр писал, что огненное испытание приходит в нашу жизнь для того, чтобы повлиять на нашу веру. Я прочту вам это место. Первое послание Петра, первая глава, первый стих, очень легко запомнить, не так ли? Тут Петр обращается к пришельцам. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Это люди из разных народов. Перевод короля Иакова называет их пилигримами. Но пришельцы больше относятся не просто к разным представителям языческих народов, но скорее к верующим в разных народах. Он говорит с ними о том, что происходило в то время. Его послание приходится на время, когда было множество гонений на христиан. В послании к евреям Павел писал, вы еще не до крови сражались, то есть ваши гонения пока словесные. Ваши братья и евреи не понимают, почему вы приняли Христа как Мессию. Они осуждают вас за то, что вы перестали приносить жертвы за грех и приношение в храме. Павел говорит, что Христос стал окончательной жертвой. Не нужно возвращаться к жертвам животных. Такие жертвы больше не котируются. Об этом говорится в послании к евреям. Итак, Павел говорит им о гонениях, но не до смерти. А Петр, в свою очередь, обращается к группе верующих. И разумеется, сам Петр еврей. Он говорит им, у вас тяжесть на сердце и в духе из-за того, что в вашей жизни такие испытания. Но вы должны понять, что этот процесс называется огненным испытанием. Писание говорит о разных типах испытаний. Если мы посмотрим греческое слово, означающее испытание, это слово докимэри. У этого слова очень интересное значение. Оно означает пронзить что-то насквозь, чтобы посмотреть, что находится внутри. Пронзить что-то насквозь, чтобы определить, что внутри. Это как бы означает, что вы берете сосуд, наполняете его и ставите на полку. Человек не знает, чем наполнен сосуд, водой или маслом. И чтобы выяснить, что внутри, человек протыкает сосуд и смотрит, что выльется. Жидкость вылилась и стала понятна ее суть. Итак, вот что происходит во время испытания. Испытание может повлиять на человека двумя способами. У Бога есть свой взгляд на испытания. У сатаны же свой собственный взгляд на испытания. Мы можем смотреть на испытания, или иначе мы можем назвать их искушаниями, потому что греческий глагол «докемазо» означает «и испытывать, и искушать». И поэтому, если мы смотрим на испытания с точки зрения Бога, и, кстати, нам помогает в этом история народа Израиля в Ветхом Завете, Бог говорит, что проведет их по морю, не по берегу, а ведь Он мог бы провести их по лучшим местам у берегов Красного моря. Ближе к египетской стороне есть прекрасные пляжи, и там такая вкусная рыба. Они могли отдыхать на пляже, наслаждаться прекрасной рыбалкой. Но все вышло не так. Бог сказал, «Я не поведу вас по берегу моря, потому что это земля Филистимлин. Если я поведу вас по этому пути, вы увидите войну, и у вас опустятся руки, потому что у Филистимлин есть оружие». Вы увидите войну, испугаетесь, и в страхе захотите вернуться в Египет. Поэтому Бог говорит им, «Я проведу вас через пустыню». Когда я говорю «пустыня», я бывал в Египте, бывал в Синайской пустыне, и эта местность не имеет таких скалистых гор. Это больше пустынное место с редкими акациями. Место сухое, и в пустыне не так легко найти воду. Но Бог решил провести их не по пляжу, а по пустыне. Вы бы какой путь предпочли? Пляж? Моя жена точно предпочла бы пляж. Можно охладиться водичкой, покушать с рыбки и погреться на песке, если уж очень устал. Но Бог сказал, «Мы не пойдем по пляжам». Для чего же он выбрал другой путь? Чтобы увидеть, что внутри израильцян пустыня, это было их испытание. Это была проверка. То есть испытание через приключения. Для них то, что они проходят, было как ад на земле. Жарко, воды нет, еды нет. Но Бог говорит, «Нас ждет приключение». Бог называет это приключением. Ну, ты, наверное, шутишь. Теперь внимание. Вот что говорит Бог. «Я проведу вас через пустыню, чтобы показать вам, чем вы наполнены внутри». И потом из них полилось такое. Они начали роптать. Они говорили, «Бог вывел нас из Египта, чтобы погубить нас. Бог нас не любит. Давайте убьем Моисея. Это все его вина. Услышьте меня сейчас». Каждый должен это услышать. Сама цель этого испытания и всякого испытания в нашей жизни состоит в том, чтобы Бог показал вам, что внутри вас, а вы об этом не знали. «Я слышу не так много «Аминь» на это». Но сколько бы человек ни сказали «Аминь», это правда. Дело в том, что никто из людей не знает, что на самом деле у них внутри, пока они не окажутся под давлением. Я обычно говорю молодым людям, которые собираются вступиться в брак, «Не так важно видеть ваших будущих супругов в их лучшие моменты, потому что когда вы поженитесь, придут трудности, и важно, как они тогда поведут себя. Вы должны увидеть их под давлением, увидеть, как они реагируют на обиды, потому что то, как они реагируют до свадьбы, это еще цветочки по сравнению с тем, что будет после свадьбы. Так что опять сможете сказать на это «Аминь». Итак, услышьте, Бог говорит вам, «Я проведу вас через испытания, чтобы вы увидели, чем вы наполнены». Докимей. Проткнуть сосуд, чтобы увидеть, что внутри. Но также я хотел бы показать вам, что значит испытания с точки зрения сатаны. Прекрасный пример мы находим в Евангелии от Луки в 22 главе. Иисус говорит Петру, «Се сатана просил». И это слово «просил» означает, что он так сильно этого хотел, что начал просить. Это похоже на то, что сатана делал с Иовом. Бог сказал, «Видел ли ты Иова?» Сатана сказал, что он даже наблюдал за ним, и он попросил у Бога разрешение его испытать. С Петром произошло то же самое. Сатана пришел к Богу и сказал, «Этот человек полон гордыни. Он не будет таким верным, как ты думаешь». И поэтому Иисус говорит Петру в 22 главе Евангелия от Луки, «Вот, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Если взять только первую часть «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу», то вывод один. Сатана собирался испытать Петра. Но дальше Иисус объясняет причину испытания, для чего оно необходимо. Он говорит «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Бог посылает испытания, или позволяет испытанию прийти в вашу жизнь, для того, чтобы показать вам, что на самом деле внутри вас, показать, действительно ли вы доверяете Богу. Вы верите, что Бог даст вам другую работу, если вас уволили, если вы были верны в десятине, и поддерживали служение, и вдруг вас сократили. Вы верите, что Бог о вас позаботится и не забудет о том, что вы делали для Него. Вы будете доверять Богу в таких условиях или нет. Итак, вы теперь понимаете, для чего Бог посылает испытания, и для чего испытания нужны сатане? Дьявол хочет, чтобы ваша вера рухнула. Для чего же ему нужно, чтобы вы потеряли веру? Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. То есть, для того, чтобы угодить Богу, нужно продолжать Ему доверять и верить, что Он знает, что для вас лучше. Как я сказал, мы говорим сегодня об огненном испытании, то есть о необычном испытании. Павел говорит в послании к Оринфинам, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Есть то, через что проходим все мы. Мы все порой переживаем небольшую депрессию или чего-то боимся. Это свойственно человеку. Однако есть то, что называется огненным испытанием. Это словно огонь, который горит и горит, и его так трудно погасить. И когда вам кажется, что вы уже почти выбрались из тесных обстоятельств, опять происходит что-то плохое, словно кто-то подкинул в костер дровишек. Проблемы растут, как снежный ком. Прошел месяц, и вы слышите от вашего врача дурную весть. И вы не можете вырваться из этого круга проблем. Они занимают все ваши мысли, и вам просто не уснуть. Это огненное испытание вашей веры. Я хочу показать вам сейчас, какой же выбор мы должны сделать, когда в нашу жизнь приходят огненные испытания. Я знаю, что многие хотят уже делать заметки. Но лучше вам потом просмотреть видео. Перед нами стоит выбор, и мы должны выбрать одно из трех. Разоблачить, избежать или стойко пережить. Итак, разоблачить, избежать или пережить. Так мы сможем разобраться с любым испытанием. Разоблачить — это значит заранее обнаружить, что на вас надвигается. Вывести это на свет, чтобы сразу с этим разобраться. Избежать означает, что посреди испытания Бог показывает вам, как вам из него выбраться. Но бывает, что мы вынуждены стойко и терпеливо переживать испытания. Как сказано в послании Ефесиным, 6 главе, 13 стихе, «И все преодолев, устоять». То есть вы переживаете битву за битвой, но не сдаетесь. Вы преодолеваете то, что встало на вашем пути. Я дам вам пример из Библии, каждого из этих трех шагов. Первый пример — это разоблачение. Деяние, 23 глава. «Сорок иудеев дали обет, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют апостола Павла». Если вы прочитаете Деяние, 23 главу, вы увидите, что племянник Павла случайно услышал об их обете. Павел просил начальника охраны выслушать его племянника. Тот рассказал о замысле убить Павла. В итоге начальник тайно собрал 200 воинов на лошадях, и в ночи, когда никто не знал, воины вывезли Павла в безопасное место. Павлу удалось избежать смерти. Почему? Потому что кто-то заранее открыл коварный план злодеев. Это пример разоблачения нападения. И второй пример — избежание испытания. В 20 главе «Бытия» царь Авимилех, он был царем местности неподалеку отсюда, на юге Израиля, и этот царь Авимилех увидел Сару. Я читал «Светки Мертвого моря». Там написано, что даже в пожилом возрасте Сара была потрясающе красивой женщиной. Наверное, так и было, потому что когда ее видел фараон, он тоже влюбился. Так же случилось и с Авимилехом. Он влюбился. Но старику Аврааму ничего больше не оставалось, чтобы спасти себя и жену. Он сказал, что Сара и его сестра, они действительно были родственниками, хоть и дальними. Он сказал полуправду, чтобы спасти свою шкуру, но тем самым создал неприятную ситуацию. Царю понравилась Сара, и он чуть не вляпался. Но Бог в 6 и 7 стихе предупреждает его, что его ждет смерть, если он возьмет Сару в жены, так как в таком случае будет разорван Завет. То есть сын обетования Исаак не родится. На следующее утро Авимилех говорит Аврааму, «Твой Бог говорил со мною во сне, что ты с нами сделал, могло произойти непоправимое». Но произошло то, что предупреждение от Бога позволило Авимилеху избежать страшного испытания. Первый пример — разоблачение. Увидеть заранее опасность и предпринять меры. И второй пример — избежать испытания. В приведенном выше примере человек смог избежать испытания благодаря сну от Бога. Авимилех был спасен. Третий пример — послание к Евреям, 6 главе, 12 стихе. Говорится, что верой и долготерпением мы наследуем обетование. Друзья, важно, чтобы вы это понимали. Есть времена, когда вы видите надвигающуюся опасность и знаете, как ее избежать. Потому что вы узнали об этом заранее. Бывают ситуации, в которых Бог дает вам мудрость понять, как вы можете выйти из ситуации. Но бывают и случаи, когда вам приходится проходить испытания, проявляя стойкость. И порой нужно претерпеть страдания, как это было с Иовом. Иов потерял 10 детей. Он потерял все свое богатство и весь свой скот. По сегодняшним меркам, он был мультимиллионером. Но вдруг, в один день, он все теряет. Остается только жена и несколько слуг. Жена говорит ему, прокляни Бога и умри. Библия говорит в послании Иакова, а вы слышали о терпении Иова и видели, что Бог верен, когда вы терпеливо проходите посланные вам испытания. Я немного перефразировал это место. Итак, порой нужно проявить терпение и стойкость. Терпение — это способность ждать и быть в покое. Услышали? Вы проявляете терпение, если понимаете, «Да, я оказался в тяжелой ситуации, но я знаю, мой Бог выведет меня отсюда». Скажите на это, аминь. А теперь позвольте вам кое-что показать. Я хочу показать вам, что такое стойкость и долготерпение. Терпение — это способность продолжительно ждать и не унывать. Авраам ждал 24 года, прежде чем исполнилось обетование Божие, и у него родился сын Исаак. Сара тоже ждала обетованное дитя 24 года. Моисей ждал 40 лет, он ждал до 80 лет, живя в пустыне, прежде чем вывезти народ из Ираиля и из Египта. Ной ждал 100 лет, строя ковчег, пока не начался потоп. Мне чуть больше 60. Я жил в Вирджинии, жил в Орегоне. Но только представьте, строить ковчег в течение 100 лет... Представьте, каким нужно быть терпеливым, чтобы выдержать насмешки людей, называющих тебя придурком, из-за того, что ты строишь ковчег. И затем Иосиф ждал 13 лет, пока его выпустят из тюрьмы, и Бог поставил его вторым после фараона. И также он разработал стратегию, чтобы запастись пищей на 7 лет неурожая. Так он спас свою семью. Я выяснил, что Давид 13 лет скрывался от Саула в иудейской пустыне Айн-Геде, где мы снимаем сейчас эту программу. В 45 минутах отсюда находится гора искушения, где был искушаем Иисус, потому что написано, что Иисус был поведен духом в пустыню, где он был искушаем дьяволом. А в этой пустыне Давид скрывался от Саула 13 лет, и только потом он смог стать главой Иосиона. Итак, примеры разоблачения атаки врага можно найти в 6 главе 4 книги Царств, а также у Матфея. Для этого Бог использовал видение или сон. Или Бог может послать вам предупреждение через кого-то. Мудрецы не вернулись к Ироду, чтобы доложить о рожденном младенце, но вернулись другим путем. Ирод сильно разозлился и приказал убить Свифлееме всех младенцев до 2 лет. Мы узнали, что для того, чтобы избежать испытания в 1 послании к Оринфянам, 10 главе сказано так. «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Я бы хотел отметить здесь следующее. Слово «избежать» упоминается в Новом Завете 8 раз, и его дословный перевод «быстро пройти пешком к выходу», что я хочу подчеркнуть. Иногда мы ждем, что Бог сойдет с неба и сам вас выведет из ситуации. Бог говорит смело сам, выходя оттуда. Вот что означает это слово. Вы помните, в бытии жена Патифара положила глаз на красавца еврея по имени Иосиф, и она настойчиво преследовала Иосифа, чтобы он вступил с ней в сексуальные отношения. Однажды она схватила его, и когда он убежал, в ее руке осталась часть его одежды. Иосиф сказал себе, «Я не могу так поступить». Но она использовала его одежды, чтобы обвинить его в том, что он якобы пытался ею овладеть. Но Иосиф убежал, и таким образом избежал искушения. Павла намеревались убить в Дамаске, и чтобы спасти его, его спустили в корзине со стены города. В Листре Павла хотели забить камнями до смерти. Но Библия говорит, что ученики пришли, помолились за него, и он встал и продолжил служение. Но есть моменты, когда нам нужно пережить испытания, пережить атаку. Итак, обнаружить, избежать или пережить. Иакова 5, глава 11 стих. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. В Новом Завете слово «терпеть» встречается 12 раз. Но это могут быть разные слова в греческом. Однако в этом контексте слово «терпение» означает «устоять», «выдержать», то есть быть способным устоять под давлением. У Матфея сказано, и на этом я буду заканчивать, что претерпевший до конца спасется. Мы подходим ко времени больших испытаний. Мы знаем об этом из Нового Завета. В жизни людей будет много испытаний. Но вопрос в том, есть ли у нас сила, чтобы устоять, чтобы стойко все перенести, чтобы все, преодолев, устоять? И ответ – да, у нас есть сила. А откуда я это знаю? Потому что Библия полна примеров того, как мужи и жены Божии избегали атак, обнаруживали атаки врага, а также стойко все переносили, как, к примеру, Иов. В итоге Бог благословил Иова еще больше, чем раньше. Итак, примите сегодня это слово. И да поможет вам Бог стойко перенести любое испытание, укрепляться в нем и продолжать следовать за ним. Сейчас вы услышите о новом ресурсе, приобретая который вы поддерживаете наше служение. А после этого я расскажу вам о наших будущих мероприятиях. Мы были в Энгеде, в Израиле. Чудесный день у Мертвого моря. Спасибо, что вы с нами. Мы живем в важные времена. Мы — поколение Откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Пэрри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Пэрри. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве. И Америка как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен. Исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях. Америка в кризисе. Знак пожаров, секиры и дерево. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Тема проповедей. Начало скорбей, когда Бог скрывает свое лицо. И битва за Америку. Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. Мы показали в эфире уже почти все программы, ранее снятые в Израиле, поскольку мы не можем сейчас поехать в Израиль из-за ситуации с ковидом. В ближайшие несколько месяцев вы увидите программы, которые я специально буду снимать для вас в своей студии. Если у нас будут конференции, мы будем транслировать отрывки из них, но мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем снова снимать программы во время туров в Израиль. Вы любите эти программы больше всего. Однако не пропустите и те программы, которые мы будем вам предлагать в ближайшие месяцы. Каждая проповедь — это очень много труда и исследований. Я стараюсь говорить о том, что актуальны сейчас, как никогда. И также мои проповеди включают пророческий смысл, и я стараюсь сделать их практичными. В следующие несколько месяцев будет большое количество событий — потрясений, природных катаклизмов и прочее. Люди будут искать ответ на вопрос, почему это происходит, каковы духовные причины. А это как раз наше призвание. Для этого и существует Маннафест. Поэтому смотрите каждую программу и не пропускайте. Мы предлагаем вам набор проповедей с пророческой конференции «Эпические времена». Проповеди не редактировались, они записывались вживую. В программе мы показываем лишь отрывки и совсем не можем показать вам проповеди Билла Клауда. Заказав набор, вы сможете услышать также и проповеди Билла. Я призываю вас инвестировать в то, что принесет вам полезные знания о временах, в которые мы живем. Инвестируйте в мудрость, знания и разумения. Это будет самое надежное вложение. Духовные знания в итоге смогут изменить вашу жизнь. Несмотря на то, что до лета у нас будет не так уж и много мероприятий, я хочу заранее объявить вам о том, что у нас в Кливленде, Теннесси, будет проходить международный пророческий саммит. Из-за логистики и из-за того, что служения будут происходить после обеда, они не будут транслироваться онлайн, как предыдущие конференции с Биллом. Они будут проходить в здании. Надеемся, вы сможете к нам приехать. Итак, Кливленд, штат Теннесси, Омега Центр Интернешнл. Конференция будет проходить со 2 по 27 июня. Спикеры на ней – Билл Клауд, Марк Билтс, Джо Ричардсон и я. Возможно, будет и особый гость, но пока нет стопроцентной гарантии. Служения начнутся в четверг вечером и будут проходить всю пятницу и субботу, и два служения будут в воскресенье. Регистрация начинается с марта, но мы просим вас не регистрироваться, если вы до конца не уверены, что сможете присутствовать на этой конференции, потому что количество мест ограничено. Но если вы реально планируете приехать, тогда регистрируйтесь. На сайте также есть список местных отелей, информация для молодежи. Мы не проводили весенний Вориор Фест, но летом пройдет главный Вориор Фест. Он будет проходить с 9 по 11 июля, с пятницы по воскресенье. Мы пригласили невероятных молодежных служителей, поэтому отметьте эти даты в своем календаре. Спасибо и да благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok